Девушки отдыхают Меня отец так учил и все в нашей семье так делали И еще он говорил, что это сына пророка А что такое сына? Ты знаешь? Ну, это то, что делал пророк А почему мы должны делать все, как он? А ты с кого берешь пример? Со своего отца А он с кого? Наверное, с пророка А знаешь почему? Почему? Потому что каждый человек берет пример с кого-то А мусульманы должны брать пример с пророка Мухаммада Так как все пророки были защищены От возможности совершения греха Безгрешные Вот же пример для подражания А пророк Мухаммад Является лучшим среди меня Он и является для нас идеалом За которым мы должны следовать А что, мы должны абсолютно во всем следовать за ним? А ты как думаешь? Ну, если он был лучшим среди лучших Скорее всего, да Вот твой отец Он даже после еды брал тремя пальцами щепотку соли Не так ли? Да, он всегда так делал А разве пророк Алия Саляту Ассалям тоже так делал? Да, он тоже всегда так делал А современная наука спустя 1400 лет доказывает Что такое применение соли защищает примерно от 70 болезней А от такой мелочи столько пользы? Конечно А что еще пророк делал при еде? Перед едой пророк Саляту Алия Саляту Ассалям Мыл руки и не вытирал их И в этом тоже есть польза? Естественно Перед едой мы моем руки, чтобы смыть грязь и микробы А вытирая их, микробы снова попадают на руки Ну, а что еще? Пророк Саляту Алия Саляту Алия Саляту Ассалям Сошло без миля и ел то, что находилось ближе к нему Пророк Салалля Аллаху Алия Салям Повелен нам придерживаться умеренности в еде Так что одну треть желудка следует дополнить пищей Другую водой и третью оставить для воздуха Пророк Салял Алия Салям Никогда не выражал недовольство пищей Если она ему нравилась, то он ел Если нет, то оставлял Также неприлично выражать недовольство к качествам приготовленной пищи а наоборот, следует в целях одобрения и гостеприимства хозяина сказать доброе слово и похвалить еду. Предание гласит, что не следует нюхать еду, так как это свойственно животным и людям неприлично так поступать. Во время приема пищи можно вести спокойный, тихий и полезный разговор, но никак нельзя злофловить и говорить о плохом. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, еще говорил, не принимайте пищу раздельно, ешьте вместе. По возможности одобряется произносить бисмиллах перед тем, как положить в рот каждый кусок пищи. А по завершении нельзя забывать благодарить Всевышнего, который дал нам столько благ и милостей. После еды следует прополоскать рот и воспользоваться зубочисткой, удаляя оставшиеся частички еды, заглатывать которые нельзя. Это является харамом. Я многое из этого не знал. Потому каждый мусульман должен по мере своих сил и возможностей стараться изучить сумму пророка алейхи салату алейхи салам. Бисмиллаху арахмур арахиму. Вот же, я нашел идеал. Вот откуда можно брать хорошие. Продолжение следует...